как меняется современный покупатель и какие вызовы он перед вами ставит меняется структура покупателей меняется возрастной состав мы видим что люди становятся старше мы видим что больше станет одиноких людей мы видим что люди переживают большие города урбанизация растет сейчас 74 процента людей уже живет в городах при этом мы видим что новое поколение она ведет себя по-другому прежде чем предыдущие поколения потому что они с детства растут в окружении разных устройств которые связаны с интернетом ну и они ведутся если не по-другому они больше времени тратят на принять решение о покупке они больше времени тратить на изучение цены они больше не доверяют просто рекламе они доверяют своим коллегам сообществу и таким лидером мнений скажем так вот плюс мы видим что новое поколение которое растет им важно кто делает или иную продукцию им присуща большей степени социальная ответственность им хочется понимать в каком мире они живут и какую землю мы после себя оставляем да то есть у них формируется в большей степени социальная ответственность за экологию за животный мир за животных поэтому ну и мы видим что их большей степени беспокоит или заботит состояние их здоровья они стараются больше есть здоровой пищи свежей пищи ну и мы собственно говоря как ритейлер должны соответствовать этим тенденциям и стремиться к тому чтобы в нашем ассортименте присутствовали товары которые с их точки зрения закрывает эти потребности если говорить про ассортимент какую он сейчас играет роль важнее ассортимент или цена для меня это из серии вопросов что первичное яйцо или курица важно как ассортимент такие цена за него поэтому опять же для разных категорий покупателей разные из этих категорий из этих вещей будет выходить на первых планах что-то будет на второй но для каждого из нас важен и ассортимент и цена и его доступность прежде всего а если ты очень занятой человек и при этом с высоким уровнем дохода то тебя будет прежде всего интересовать чтобы в любой момент времени ассортимент был в различной точке ты пришел ты хочешь его купить и не терять на это много времени если ты человек с меньшим доходом то для тебя будет превалировать все-таки цена но при этом тебе важно чтобы тот ассортимент как я нужен тоже был доступен ну и собственно говоря наверное человека средний достатка для него важно будет чтобы у него был выбор и чтобы он мог позволить за свои деньги лучше товар вот сейчас если говорить об ассортименте как он меняется ключевая вещь это очень мировая тенденция не только наша мы все движемся в больше больше территории свежести мы своих магазинах и весь мир своих магазинах больше отводит территории площадь для того чтобы размещать фрукты и овощи ягоды мясо курицу продукцию вот свежепроизводство вы увидите что во всем мире появляется больше больше товаров с надписью эко био или свободен от там от глютена еще чего-то протеины от каких-то холестерина и так далее и мы наблюдаем эти тенденции у нас и как ни странно они присущи не только москве где казалось бы у нас такое самое дорогое потребление мы видим эти тенденции с одинаковой отчетливостью и в челябинске в краснодаре и в нижнем новгороде поэтому это такие общемировые тренды которые дошли до нашей страны и у нас тоже развивается сейчас ваша компания обновляет портфель стм его сокращаете почему сокращаете и какие продукты выбывают но для нас стм это такой же товар как любой другой и мы сокращаем неэффективные позиции то есть если крупными мазками вам описать работу категории на менеджера то его задача максимизировать доход с полочного пространства который ему предоставлен и стм в данном случае такой же товар который должен оправдывать свое существование на полке поэтому мы сокращаем те позиции которые не добавляют стоимости покупателю и в результате этого неплохо продаются и не обеспечить необходимую норму летабельности но это не ключевая вещь ключевая вещь что мы реструктурируем наше предложение по торговым маркам мы хотим создать торговые марки в трех ценовых сегментах первым втором третьем соответственно дешевый средний и дорогой и хотим чтобы было понятно что это наши торговые марки мы хотим чтобы покупатель прослеживал их ассоциацию с нами переносил на них в свое восприятие магнита хорошие неплохое надеюсь хорошие и собственно говоря мы хотим начать создавать добавленную стоимость для наших потребителей коммуницируя им то что мы сделали продукт мы магнит сделали продукт для них и мы гарантируем что для них это лучшее сочетание цена-качество а на что-то на какую-то категорию в стм упор будете делать или планомерного все три категории будет развивать да мы планируем начать формировать с этого года так называемых бренды первый бренд который мы запустили сегодня это магнит свежесть он о наших фруктах и овощах которые мы сами выращиваем которые мы выращиваем практически по биотехнологии без химикатов пестицидов мы этим очень гордимся и мы собственно хотим рассказать нашим потребителям что мы являемся южной компанией мы производим для них замечательный продукт замечательный с точки зрения цена-качество замечательный с точки зрения своих потребительских свойств и что мы самый быстрый ритейлер с точки зрения гарантии попадания продукта собранного на поле к ним в тарелку дальше в следующем году мы планируем еще добавить в свой портфель пару-тройку брендов о которых мы будем рассказывать за которыми будем создавать добавленную стоимость у нас будет больше торговых марок на просто мы не хотим браться пытаться объять невозможно будем концентрироваться и постепенно развиваясь в портфеле у вас также есть собственное производство зачем она вам нужно глобально у него две цели первая цель мы хотим обеспечить максимальную эффективность и как следствие этого максимально конкурентную цену в своем предложении грубо говоря между нами и потребителем нет лишних посредников поэтому у нас гарантированно самое лучшее предложение вторая важная вещь это для нас инструмент переговоров по тем категориям которые не уникальны для того чтобы мы могли опять же получать лучшую цену которые могли бы компании производителей которые могли бы затем транслировать нашим потребителям что касается онлайна вы будете развивать данное направление да мы планируем развивать онлайн мы в этом году разработали стратегию следствием которой является несколько гипотез которые мы хотим следующем году опробовать мы понимаем что у нас страна очень неоднородная что структура потребления в москве в краснодаре в санкт-петербурге и любом другом областном городе разное и требуется разный подход на сегодняшний день мы точно не знаем какая модель лучшая поэтому мы в разных регионах протестируем разные идеи затем возьмем лучшее из каждой из них и собственно говоря запустим свою модель онлайна которая ну позволит нам ответить на вопрос что нашему потребитель нужно в этой части бизнеса это перспектива примерно на какие сроки я думаю мы в следующем году уже запускаемся на разных географиях с разной модели концу года подведем итоги в следующем году то есть в двадцать первом уже начнем по-английски называется rollout раскатку успешных моделей в том виде которым нам кажется делать это правильно